Новомалоклинский район – муниципалитет небольшой, но достаточно удалённый от Ульяновска. В районе насчитывается 75 предприятий торговли. Крупнейший из них – Новомалоклинское райпо. Потребительское общество входит в областной потребительский союз. Как работают предприниматели на селе, выяснял депутат Государственной Думы Владимир Кононов. К примеру, на местной пекарне изготавливают хлеб для жителей всего района. Ежедневно продают по 500-600 буханок. Это только белого хлеба. Только белого. Еще серый, еще помимо этого очень большой сортимент. Только местные жители? Нет, очень много у нас бывает. И Самарской области, да, и Центробазы, и Требяновска. Также депутат провел встречу с предпринимателями. В муниципалитете встал вопрос обеспечения отдельных и малонаселённых пунктов продуктами питания. В районе много сёл, где проживают по 100 и 200 человек. Открывать там магазин нерентабельно, поэтому необходимы государственные субсидии. И мы выполняем миссию во всех точках, где выгодно, где и невыгодно. Не хочу никого не видеть, ни одна не сеть, ни один предприниматель не пойдёт в то село, там, где плохо, он будет искать точку соприкосновения, где лучше. Но мы занимаем сегодня эту нишу, мы стараемся эту социальную миссию выполнять. Поэтому хотелось бы, конечно, иметь какие-то определённые льготы. У местных фермеров также существуют проблемы с реализацией своих товаров. Чтобы натуральная продукция, сделанная в Ульяновской области, была доступна населению, участники встречи попросили Владимира Конного помочь. Я знаю эту проблему, она касается не только сыров, мяса и так далее. Это вообще любого фермерства, любого продукта регионального в АИТИ, а уж про Москву вообще не говорю. Поэтому есть такая проблема, и она абсолютно неверная. Обсуждали также трудоустройство на селе, кредитование фермеров, снижение тарифов на электроэнергию для сельских магазинов. Ни один вопрос не остался без внимания. Эти группы вопросов зафиксировали на бумаге. Их надо очень правильно сформулировать. Это очень важно для нас, что есть обратная связь и такая возможность напрямую на федеральный уровень. Но я согласен совершенно с Александром Викторовичем, что село имеет право на особое отношение. Владимир Коннов пообещал предпринимателям вынести на федеральный уровень ряд вопросов по поддержке сельского предпринимательства.